привет други мои давайте забацаем пиццу мука сахар оливковое масло обязательно дрожжи черный молотый перец и итальянские травы приправа взял травы гонодель но не нашел его здесь он присутствует ненормально пойдет так тут у меня будет 4 вида сыра старый есть два твердых и мусарелла из сулугуни солями добавим оливки зеленые шампиньончики и соус сделаем томатный паста кисночок ловушечка и давайте поставим тесто должно стояться теплую воду вперед дрожжи быстродействие я уже не стал на живых заморачиваться тоже нормально всыпаем туда вода теплая не горячая и не холодная сказали один секрет есть можно чуть-чуть сахарку сюда добавить быстрее заработали размешиваем уберем высший сорт не знаю для чего просеивать чтобы не было пресса добавим немножко соли и опять муки тесто много сделал много маслица можно начинаем добавлять дрожжи потом будем воду изводить и потихонечку мешаем пока ложкой все переходим на ручное мешание просто должно быть гиб все минут 10 на 15 сей вмесил порошим и чуть-чуть маска еще вверху открываем полотенчиком чистым и ставим в теплое место сейчас теплое место наверное будет в духовке и все равно разгонять надо будет открою крышку поставлю рядышком будет это самое теплое место главное чтобы нет сквозняков твердые сыры потрем славу не тоже потрем на царапочку режем такие вот кругляшки на маленькая теперь приступаем наиважнейшему тоже ингредиенту это томатный соус я не стал кетчупу делать сейчас мы его приготовим на основе томатный паст немножко мелко мелко лучка порежем сюда же одну чесночку маленькую идем плите все зажгли чуть-чуть оливкового масла чуть-чуть подсолнечного греем из белого прозрачный превратился достаточно сюда прям несколько ложек забабахаем томатной пастой их она не пропадет греем и прогрел пару минут водички я немножко можно добавить соли щепотку сахара лаврушечки черный перец итальянские травы смесь искал орегано не нашел эти тоже пойдут он там есть там базилик сейчас несколько минут погреем соус готов будем ждать тесто минут десять прошло густоватенький настоял выключаем не забыл порежем их на пятачки и зеленые ничего сложного свеженького базилика пока не забыл грибочки были порезаны в банке в соку я свил через грушлаг и немножко так отжал не сильно вода ушла а то они очень сильно такие влажные влажные я его буду руками и руками его растягиваем тянем не стесняемся руки муку периодически будем формировать бортики так вот духовочку скачегарили там 270-280 прошел бы чтобы еще поднялась немножко минут на пять ставим чтобы чуть-чуть прихватился коржик так 8 минут отлично что делаем гачи соусом так вот пошли колбаски ириса не твои колбаски ириса не твои колбаски чёрненькие 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 твёрдые сыры грибков грибков и моцарелки сверху побросаем еще хочется сыру побольше добавить все ставим до готовности ну вот ребят тверденькая попробуем распилить ее я конечно понимаю что вот этой штукой на этой будет тяжеловато сделать ну попробуем ну слышишь как хрустит вот по всем канонам видите не падает видите не падает а если тесто не прогреть в духовке до этого она будет висеть мокрая пожалуйста пол кило муки вот получилось это вторая пицца сейчас третью делаю таких здоровых еще маленький комочек но сил нету я заморозил так что у меня здесь вместо колбасы лежит курица копченая и положил томатики ну тоже вкусно это третья пицца дает и за кадром тоже пробовать ну ка очень вкусно я думаю что руки твои тоже будут видны извините ничего страшного главное горяченька и вкусно ага отлично получилось ребята пробуйте готовьте заходите в гости, пальцы вверх подписывайтесь, кто не подписался давайте, до встречи